Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами майор украинской армии Тарас Березовец, а у нас сегодня 15 января 2023 года. Сегодня с вами обсудим новость о том, как Россия готовит очередное наступление ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Напомню, это вторая годовщина будет 24 февраля 2024 года. Такое совпадение 24-24, то есть уже буквально через 40 дней все должно случиться. И командующий сухопутными войсками генерал Александр Сырский сегодня рассказал, каковы ближайшие цели противника и к чему нам следует готовиться в самой ближайшей неделе. А вот на западе с подачи таблоида немецкого Bild сегодня уже началась легкая паника. Дело в том, что желтое немецкое издание, которое я достаточно часто цитирую в своих выпусках, не потому что оно является надежным источником информации, а просто потому что иногда оно через него, западные спецслужбы, американские и британские, вбрасывают ту или иную информацию. В этот раз произошло ровно то же самое. Издание Bild опубликовало карту так называемого российского вторжения и начала войны с НАТО. И Bild подробно изложил этот план и на него уже были вынуждены отреагировать в НАТО и даже в Кремле. Ну, в последнем, естественно, все отрицают. И, наконец, крупная победа воздушных сил Украины сбит российский самолет А-50, уникальный самолет, которых на вооружении военно-космических сил РФ было до недавнего времени 9, теперь осталось всего лишь 8, чем этот самолет так важен. И второй самолет, самолет управления Ю-22 также, который получил серьезные повреждения, но смог, тем не менее, дотянуть до аэропорта Анапы. Друзья, обо всем этом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, противник к второй годовщине вторжения готовит очередное наступление, будет пытаться полностью завладеть оставшимися территориями Луганской и Донецкой областей, а также готовит наступление в Херсонской и Запорожской области. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил командующий с опытными войсками генерал Александр Сырский. Россия пытается перехватить инициативу, поскольку они всегда, как всегда, одержимы так называемыми красными днями календаря. В свою очередь, украинские военные проводят активные контратаки, то, что Сырский назвал активной обороной, постоянно держат противника в напряжении и ищут возможности для нанесения ударов в уязвимых местах в подходящий момент. Нет, противник массово применяет дроны, собственно говоря, то же самое делает и украинская армия, и это уже полностью изменило характер войны за последние два года с момента полномасштабного вторжения. Однако противник также перешел сейчас к более, скажем, есть такое слово, орочительно использованию личного состава, хотя в его случае, конечно, это может звучать как издевка. Но, тем не менее, прямая цитата командующего Сырского, наступление на уровне батальона – большая редкость. То есть противник пытается каким-то образом сократить собственные военные потери, хотя удается ему это все еще не очень хорошо, учитывая то, что местные штурмы по-прежнему продолжаются, особенно на Купинском и Авдеевском направлениях. Тем не менее, для того, чтобы Украина смогла победить, об этом Сырский заявил несколько дней назад, Украина должна получить штурмовики, должна получить дополнительную авиацию от наших союзников, для того, чтобы успешно завершить освобождение территории Украины. Война идет по длительному сценарию, об этом я еще предупреждал. Более года назад, в частности, в своем большом интервью тогда изданию НВ, когда я говорил о том, что до конца 23-го года война не закончится, а она растянется еще на несколько лет. И в 24-м году также окончания войны, скорее всего, не будет. Хотя определенные события, происходящие в политической плоскости, дают нам намек на то, что попытки заключить какое-то мирное соглашение или хотя бы соглашение о прекращении огня все же предприняты будут. Хотя, как это вяжется с планами России, которые были, и планами НАТО, которые были слиты в немецкий таблоид Бильд? Бильд утверждает о том, что на полном серьезе выдавая это за реальный план Министерства обороны ФРГ о том, что в Германии и в НАТО рассматривают сценарий нападения России на Альянс уже в 2025 году. Как все будет происходить? Все будет, начнется в феврале 2024 года, утверждает Бильд. Российские власти проведут новую волну мобилизаций, призывав дополнительно 200 тысяч человек. Далее, по версии немецкого таблоида, российская армия начнет большое весеннее наступление в Украине, которое достигнет успеха к июню 2024 года, и украинские силы обороны будут отброшены, пишет немецкие таблои. Также в июле начнется скрытое, а затем все более открытое нападение на Запад. При этом основными мишенями, естественно, страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва, они будут использовать активно прокси-силы и так называемое русскоязычное меньшинство. В этих республиках больше всего их, как известно, в Эстонии, потом в Латвии, меньше всего их в Литве, которые будут использоваться в качестве пятой колонны, утверждает Бильд. Тут опять же ничего нового. Ну и кроме того, Россия начнет масштабное учение с Белоруссией, опять же, как это было перед вторжением в Украину, под названием «Запад-2024», в которых примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих. Кстати, сегодня Министерство обороны Республики Беларусь по странному стечению обстоятельств разместило видео, на котором видно, военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь садятся в транспортный самолет ИЛ, отправляются в Россию, как в подписи, как видео говорится, где они будут проходить обучение с российскими инструкторами, имеющими опыт ведения боевых действий в Украине. А после возвращения в Беларусь уже эти, в свою очередь, белорусские военные, будут обучать других ведению, естественно, боевых действий в условиях реальной войны. Само учение запланировано на сентябрь 2024 года, утверждает Бильд. Кроме того, в октябре следующего 2024 года по этому сценарию Россия перебросит дополнительные войска ракеты средней дальности в Калининградскую область, которая граничит, напомню, это такой российский оторванный кусок ее территории, который граничит с соседними странами НАТО, странами Балтии и Польши. И цель Кремля, опять же, ничего нового, захватить Сувалдский коридор, который связывает, идет через территорию стран НАТО, и далее он уже, собственно говоря, связывает Калининградскую область и Беларусь. В декабре прогнозируют Бильд 2024 года, то есть через 11 месяцев в районе Сувалдского коридора начнется искусственно созданный пограничный конфликт, а далее беспорядки с многочисленными жертвами. И в марте 2025 года по этому сценарию Россия перебрасывает дополнительные войска к границам стран Балтии. Там будут размещены две танковые дивизии, одна мотосилковая дивизия, около 70 тысяч военнослужащих. При этом ничего экстраординарного в этих планах, несмотря на их ужасность, нет. Это был слит просто рабочий сценарий, стратегической игры, которая разыгрывается всегда во всех вооруженных силах, во время всех военных учений, штабные военные учения. Сценарий штабной игры Министерства обороны Германии с привлечением военных стран НАТО. В Министерстве обороны Германии эту информацию комментировать не стали. Они заявили о том, что рассмотрение различных сценариев, ну то, о чем я в принципе и говорю, даже если не крайне маловероятно, является частью повседневного военного дела. Ну и в Кремле, естественно, Мария Захарова, пресс-атташе российского МИДа, назвала публикацию в Бильде помоечной и заявила о том, что некий секретный план, слитый в инфопомойку Бильд, это мощный прошлогодний городскоп для рыбы в Раке. Не исключаю, что подобную аналитическую часть бундесферы предоставил германский МИД под руководством Аннелены Бербак, это министр иностранных дел. Ну а Песко вообще отказался комментировать эту всю историю, сказал, что в последнее время это издание вбрасывает достаточно много уток. В самом НАТО заявили, в частности, директор Центра передового опыта НАТО в области стратической коммуникации Янис Сарц, заявил о том, что распространенная информация не является секретной, и она не является никаким серьезным разведывательным анализом. Он заявил, что эти сценарии, как всегда, вымышленные, с несуществующими странами и несуществующими географическими регионами. Таким образом, еще раз повторю, основная версия, которую я придерживаюсь в этой истории, это просто сценарий очередной штабной игры, который Билд, очевидно понимаю, у них неглупые военные аналитики, тот же Рёбки Юлиус выдали, в данном случае, за планы российского военного командования, которые якобы были перехвачены западными разведками. Хотя, при всей дикости этого плана, исключать то, что в каких-то отдельных элементах, в пазлах этот план может иметь под собой реальную составляющую, опять же, на уровне планов, задумок мы, безусловно, не можем. Все это, тем не менее, на фоне происходящих изменений в военном, в планировании НАТО, в частности, недавно руководство Швеции, военное, которое пока еще не может вступить в альянс, из-за того, что не принято соответствующее решение парламентом Турции, заявил о том, что нужно готовиться к войне с Россией. То есть, полностью исключать такой сценарий мы, безусловно, не можем. Мы должны его рассматривать как один из вероятных. Ну и, наконец, крупнейшая победа, которую сегодня турбят все мировые СМИ, Украина смогла повредить, подбить, ну, практически он же не восстанавливается. Воздушный командный пункт Ил-22, который силы обороны подбили над Азовским морем, и он смог дотянуть до аэропорта Анапы. Это уже там дальше, на территории Российской Федерации. А второй самолет, А-50, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который использовался, в первую очередь, который сбить практически невозможно, который использовался для обнаружения украинской ПВО и проводил доразведку перед планированием очередной ракетной атаки, и которая, по сути, является незаменимым. Россия сейчас этих самолетов не производит. Их было всего лишь произведено. Двенадцать, три из них находятся на вооружении ВВС Индии, а девять находились, ну, теперь уже восемь, на вооружении Военно-космических сил РФ. Так вот, этот уникальный самолет, который сам обнаруживает и видит все ракеты, летящие в том числе и в него, тем не менее, стал жертвой ракеты и разбился в районе Кирилловки Запорожской области. Безвозвратно утраченный, весь экипаж погиб вместе с ним, и самое главное, самолет уникальный, который использовался для планирования ракетных атак. Самолет, не имеющий аналогов, здесь говорю, как бы без иронии, аналогов нет, и его уничтожение нанесло значительный удар по военно-воздушным силам РФ. РФ эту новость сегодня сообщил одним из первых, официально подтвердил главком вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный. Он сообщил о том, что уничтожены были Ил-22 и А-50. Ну, еще раз повторю, Ил-22, возможно, это пока информация не подтверждена, было опубликовано фото, которое я, кстати, разместил в своем телеграм-канале, поврежден на хвостовой части, он практически поврежден безвозвратно, то, что он смог сесть, не значит, что он сможет дальше эксплуатироваться. Вероятнее всего, нет, судя, опять же, по комментариям экспертов, которым мы можем доверять. А эта потеря является для противника очень болезненной и очень, еще раз повторю, проблемной. Она является, по сути, безвозвратной. Как были сбить эти самолеты? Сейчас много версий о том, что это могли быть и комплексы Патриот, такая версия выброшена, или это могли быть истребители, опять же, какие истребители, то есть появляются различные версии о том, что это могли быть не обязательно истребители советского поколения, это могли быть якобы западные образцы. Ну, такая информация сейчас брошена, поскольку, как иначе объяснить, что такой самолет, который предназначен как раз-таки для обнаружения всех воздушных целей, он способен вести сотни из них. В данном случае все прошляпил и сам, сам стал жертвой воздушной атаки. Одним словом, защищать такой корабль воздушные должны были. И они защищали, там был российский штурмовик Су, который ушел от атаки, он ничего сделать не смог, перехватить не смог, а этот корабль безвозвратно утрачен. И его сейчас сравнивают потери этого самолета А-20, это такой, знаете, воздушный крейсер Москва. То есть, здесь можно провести такие аналогии. То есть, крейсер Москва только летающий, только в воздухе. Одним словом, потеря от этого самолета, она не только имиджевая, но она очень серьезно ощутима в военном плане. Долгое время пытались российские паблики все это отрицать, но в конечном итоге, сегодня и Песков отправил, как известно, опять журналистов, опять к Министерству обороны РФ. Но правду скрыть в конечном итоге, сколько ни пытается, не удается. Одним словом, день крупной победы, очередной, впечатляющий, из которой поздравил главком Валерий Залужный, Воздушные силы Украины, и мы присоединяемся, друзья, также к этим поздравлениям. Более подробный анализ всего происходившего накануне, в частности, визит в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака, подписанный документ, который пресса назвала гарантиями безопасности, в действительности таковым он не является, по сути, Риши Сунак сегодня уже отказался от этих формулировок, выступая в парламенте Великобритании, а также итоги состоявшейся конференции по обсуждению мирного плана Украины, они прошли, как я анонсировал в своем минувшем видео, в швейцарском Давосе, обо всем этом я поговорю уже в, очевидно, следующем видео, поэтому, друзья, не пропускайте обязательно, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, лайкайте, шерпите, комментируйте эту трансляцию, для того, чтобы я лучше видел алгоритмы Ютуба. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ставьте лайки, также подписывайтесь на два других Ютуб-канала, «Разбор полетов» и «Березовец-шорс». Поддерживайте наш Ютуб-проект на Патреоне, вы можете это сделать, или другим удобным для вас способом, все подробности в описании к этому видео. Друзья, с вами был майор украинской армии Тарас Березовец, слава Украине, слава ЗСУ, слава главкому Валерию Залужину, берегите себя, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok